А сейчас с нами на связи наш друг, товарищ, один из самых харизматичных украинских волонтеров, бойцов добровольческих батальонов, Мирослав Гай. Мирослав, приветствую, как слышишь меня? Слышу, чуть-чуть плохо, но вроде что-то слышишь. Я на самом деле тоже тебя слышу немножко плохо, можно проверить, чтобы у меня ухо хорошо... Сейчас намного лучше, сейчас намного лучше. Да, пожалуйста, режиссер, проверьте, чтобы у нас ухо работало хорошо. Мирослав, скажи, пожалуйста, два слова, если можешь, если это не является секретом. Где ты сейчас находишься и что там происходит? Я сейчас занимаюсь формированием новой бригады, которая уже сформирована. Это бригада специального назначения. Она сейчас выполняет задачи по разным направлениям в Украине. Бригада, я уже ее, ну, как бы уже можно об этом рассказывать, называется отдельная бригада, первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Багуна. Я русскую буду разговаривать правильно, это мова и вороха, правильно? Потому что я знаю, что у вас эти эфиры международные. То есть мы сейчас занимаемся обычной работой военной. Формируем штат, мобилизуем людей, отправляем на боевые, ну и так далее. Да. Теперь вообще не работает, теперь вообще не работает, батарейка не работает. Извини, пожалуйста, сегодня с утра у нас... Да я вас слышу хорошо. Город любой, который находится в полуокружении, в окружении, в осаде. Его основная задача продержаться за счет продуктов питания, запасов, которые там есть. И сохранить систему управления, и желательно, чтобы было минимально паники. Когда обстреливают жилые кварталы, прикрываясь словами о военной инфраструктуре, то первая задача это посеять панику и хаос для того, чтобы усложнить командованию военным и местным властям работу по организации обороны за счет того, что они должны отвлекаться на мирных жителей, на эвакуацию, на панику. Российская Федерация... Почему многие не верили в то, что будет война, и многие военные не верили, что будет война именно полномасштабная сейчас, в ближайшее время? Потому что мерили цели и задачи России по классическим военным учебникам. Все абсолютно понимали, что таких сил и такого количества личного состава, которые есть у России, не хватает для того, чтобы эффективно оккупировать и контролировать территорию. Ну все-таки 150 тысяч, условно говоря, военных на границе, против 260 тысяч военных в обороне, плюс полиция, плюс СБУ, плюс надгвардия, плюс пограничники, плюс население, плюс ветераны, плюс резерв, этого недостаточно. В чем ошибка была? Все думали о военными категориями, но никто не думал о категории военно-политической. Поэтому когда несколько месяцев назад я со своей командой, которой имею честь принадлежать, сказали о том, что Россия будет стараться нанести военно-политическое, слово политическое, главное, поражение, в это никто не верил. Путин был абсолютно уверен, их аналитики просчитали, что политическое руководство Украины в случае наступления сбежит, а российская армия не встретит никакого сопротивления, в первую очередь, от людей, от граждан Украины. Это был глобальный просчет, не знаю, чем это связано, или с тем, что аналитики их плохо работают, или с тем, что они сами поверили своей пропаганде, что Украина это фейл-стейт, что украинского народа не существует, и что все будут встречать Путина с крова. Но они прочитались. И сейчас, во-первых, по ряду направлений они мстят и демонстрируют, что будет, вот как с Мариуполем, если город не подчинится. Убивая местную власть в городах, они демонстрируют, что будет с теми, кто не перейдет на сторону России. Мэр Мелитополя – это уникальная ситуация, потому что его смогли спасти за счет того, что много людей подключилось. И обстреливая сейчас гражданских, они стараются оборвать логистику, оборвать, я не знаю, как по-русски это будет слово, постачание, поставки провианта, лекарств. Они обстреливают эвакуационные группы, которые эвакуируют гражданских, они обстреливают медиков. То есть задача посеять хаос, задача напугать население и задача вынудить политическое руководство страны перейти к переговорам на условиях Российской Федерации. То есть любая же война, ну по клаузицу, по классическому, это продолжение политики другими методами. То есть они хотят политической победы. Но пока не получается, поэтому будут обстреливать мирные кварталы. Плюс еще надо не забывать, что российское хваленое высокоточное оружие оказалось высоконеточным оружием. Ближайший пример, когда наносили удар по Министерству обороны Украины в Киеве, попали на полкилометра в другую сторону в ЖД вокзал. И таких примеров очень много. То есть им приходится своим хваленым оружием наносить в 2, в 3, в 4 раза больше ударов, потому что они просто не всегда попадают. Это тоже есть проблема. У меня здесь есть такое подозрение, что связано это с тем, что это высокоточное оружие переведено на навигацию на ГЛОНАСС, который не идеально, так скажем, работает. Поэтому я и говорю, что высоконеточное оружие. Я видел уже несколько раз, когда ракеты несколько раз систематически промахивались в одну и ту же точку. То есть это означает, что в точку они попадают правильно, только эта точка стоит не там, где она должна стоять. Высоконеточное оружие. Так его и будем теперь называть. Да, у них есть проблема. Мы видим, понимаете, Россия плохо подготовилась к этой войне. Это касается и личного состава, это мы видим. Мы видим тех людей, которые сдаются в плен. Это касается и техники. Они бросили всю новейшую технику на нас, и мы видим, что это не приносит результата. И плюс они не смогли положить связь. То есть первый день войны, вот мы с вами по Донбассу, по Донецку, Луганску знаем, что как только Россия заходила, оккупировала какие-то территории, первое, что бралось под контроль, это узлы связи, это мобильные вышки мобильных операторов, это уничтожение телерадио-вэш, телерадио-вышек. Телерадио-вышек. И мы видим, что Россия пыталась это сделать своим высоконеточным оружием. Не везде это получилось. Была обстреляна вышка в Киеве, была обстреляна вышка в Ровно. В Киеве попали в мемориал Баби Яр. Это все, как бы, суть одно. То есть они не смогли положить связь. ГЛОНАСС их не работает. Россияне вынуждены пользоваться мобильными телефонами. Из-за этого мы получаем массу прослушки от СБУ, их не в переговорах. Мы получили от пленных ряд документов по их системам связи. Они часто пользуются связями. Это китайские буфенги. Их очень хорошо знает украинская армия, потому что в 2014 году мы все пользовались бытовыми китайскими передатчиками. Вот они пользуются бытовыми китайскими передатчиками часто. То есть у них есть системные проблемы. Авиация их сбивается. Слава Богу, слава украинскому ПВО. Поэтому они нас сейчас стараются закидать шапками. Я думаю, что они попытаются взять оперативную паузу. Это мы уже видим. Затянуть Украину в переговоры, перегруппироваться и провести мобилизацию. Мы знаем, что Россия сейчас на весну. Путин планирует самую большую мобилизацию за всю историю Российской Федерации. При этом она должна быть скрытой, потому что прямая мобилизация в России будет вещь крайне непопулярной. Они пытаются скорее выставить наемников. Все боенкоматы в России сейчас завешаны объявлениями. В соцсетях на авито просто рекрутируются люди, которые за деньги могли бы пойти воевать. По первому и второму армейскому корпусу мы видим, что они хватают учителей, работников техникумов, людей с улицы. Людям приходят звонки и повестки прибыть на 2-3 дня. А потом они оказываются с винтовкой Мосинка где-то в степях Украины, где их успешно уничтожает украинская армия. То есть у России есть определенные проблемы, которые она планирует решать. Я думаю, что с этим связаны и вот эти все сказки про сирийских наемников. Я уверен, что какие-то из вот таких вот джентльменов удачи, пиратов, прибывают в Украину. Но это все не серьезно, потому что это никакого стратегического перевеса России не даст. Сейчас украинская армия побеждает Россию за счет быстрого наращивания технологичности. То есть все-таки телекоммуникационная инфраструктура в Украине она наша. Мы знаем, что в Украине один из лучших интернетов в Европе. Это не секрет. Любой, кто в Европу хоть раз ездил, знает, что в Украине с этим очень неплохо, с мобильной связью. Мы получаем современные средства поражения от США и наших европейских союзников. Плюс у нас, слава богу, еще есть советское оружие. И нам поставляют это все наши иностранные партнеры. То есть худо-бедно мы, скажем так, не классическими методами войны, соединяя их с классическими, успешно отбиваем одну из самых больших армий мира. В нашем эфире несколько раз звучали оценки, что под Киевом сосредоточено до 80 тысяч российских войск. Во-первых, подтверждаешь ли ты эти данные? Но если это так, то почему они не уничтожаются, когда они стоят? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос, но я не хотел бы его в эфире озвучивать. Нет, ничего не надо говорить лишнего безусловия. Я скажу так. Да, ну, сказать, что украинской армии нету проблем, это было бы неправда. Сказать, что мы побеждаем, это было бы бесчестно по отношению к украинским гражданам, которые все ожидают быстрой победы и возвращения домой. Это особенно касается тех миллионов беженцев, которые сейчас находятся в Европе или на Западной Украине. Люди хотят домой. Так вот, я сразу вам скажу, что война долгая, затяжная. Она перешла уже по некоторым направлениям в позиционную войну. Российская Федерация не собирается уходить из Украины, собирается добиться, наконец-то, результатов. Они уже поняли, что за два дня не получится. Значит, нам с вами надо рассчитывать на длительную войну. Меня иногда, вот знаете, еще с 2014 года спрашивали, как долго будет война. Я всегда прошу обратить внимание на Грузию, на Чечню. Особенно сейчас Чечня для нас характерна, потому что в Чечне была первая кампания, в которой Россия понесла сокрушительное поражение, но при этом разрушила Чечню. Потом они взяли паузу, учли ошибки, провели мобилизацию. Реформа Сердюкова тогда прошла. И они начали вторую чеченскую кампанию, уже уничтожая просто все ковровыми бомбардировками. И так и в результате, даже проиграв номинально, они достигли политических целей. Они поставили свой режим политический в Чечне, Кадырова, вот этого восьмиклассника, тиктоковского воина, который дальше фактически возглавил оккупационную администрацию Чечни. То есть ничего не меняется. В планах России ничего не меняется. Ты знаешь, я бы здесь с тобой чуть-чуть поспорил бы, наверное. Давай, давай. После этого бы перешли бы от военных тем к... Аргументируй. Да, ну просто смотри, там реформа Сердюкова, она была, существенно, позже в России, там на 10 лет позже как раз Чеченской войны, но не в этом дело. Дело в том, что когда Путин пришел к власти, это была одна, кстати, из тех причин, почему я тоже не верил в войну с Украиной и многократно про это говорил в украинских эфирах, потому что, с моей точки зрения, Путин должен был учесть как раз чеченский опыт, который был у него лично уже. Это не тот опыт, который получила российская армия во время Первой Чеченской войны в середине 90-х, ужасный, да, совершенно разрушительный для солдат. Но во время Второй Чеченской войны тактика была радикально другой. То есть армия заняла примерно половину Чечни, это территория так называемого надтеречного района, то есть это равнинные зоны Чечни, которые находятся на север от реки Терек, где мало чеченцев, но много русских. И там казаки живут, там и так далее. Это было сравнительно бескровно взято, очень быстро. После чего армия остановилась, никуда дальше не двигалась. И после этого начался поиск коллаборантов в числе самого чеченского сопротивления, вот под этими самыми бомбежками. А чем это отличается от того, что я сказал? Я тебе сказал, что первая кампания, пауза оперативная, потом вторая кампания... Ну, просто они не шли дальше на юг Чечни, в этом смысле. Они не пытались... Они бомбили, они нанесили ракетные удары, они проводили локальные операции. Чечня же по факту двух кампаний уничтожена была, как страна, с инфраструктурой. Да, я просто говорю, что радикально отличает от того, что сейчас происходит в Украине, то, что во время Второй Чеченской войны к жизням российских солдат относились крайне бережно. И там вся ставка была как раз на то, чтобы перекупить на свою сторону чеченцев. Объясню причину, объясню причину того. Чечня – это чуть меньше Киевской области. А Путин же хочет всю Украину. И здесь просто в силу масштаба, в силу того, что широкая картина, широкая карта театра боевых действий, в силу того, что есть проблемы у России с управлением войсками, в силу того, что украинская армия – это не чеченская армия. Мы имеем ПВО, мы имеем ракетное вооружение, противотанковые комплексы. Мы 8 лет воюем. Наши военные проходят обучение в университетах и академиях США и Европы. Мы регулярно участвуем в международных учениях. Это другая ситуация по силам и средствам. Да, мы еще не армия НАТО. Честно говоря, мне очень нравится вот эта шутка. Шутка сейчас в интернете ходит между военными, что когда уже НАТО напишет заявку о вступлении в бронесылы Украины. Мы сами умы… Украинская армия – это уже не армия НАТО. Я бы так сказал. Не то, что это еще не армия. Это уже не армия НАТО. Я вам хочу сказать, что такого опыта, как у ЗСУ, нет ни одной страны на планете. Почему? Потому что одно дело воевать с ИГИЛом, одно дело воевать в Ираке, одно дело воевать где-нибудь в Ливии с какими-нибудь племенами и террористическими организациями, а другое дело, где полноценная конвенциональная война со средствами радиоэлектронной борьбы, с системами залпового огня, с разведкой, с агентурой, с новейшим ракетным вооружением, ну то есть это с танковыми клиниями, ну то есть это другой опыт. Такого опыта нету даже у армии США. Поэтому сейчас все военные АТО, все разведчики, все аналитики смотрят на Украину. От Китая до Калифорнии. Поэтому это другая война, чем в Чечне, но тактика, сама подход России не поменялся. Разрушение инфраструктуры в первую кампанию, паника, нанесение ударов по мирному населению. Получилось? Не получилось? Переходим ко второй. Окапываемся, занимаем территорию. Они сейчас это сделали. Ведем позиционную войну и пытаемся перейти в договоры, на переговоры на своих условиях. Вот и все. Скажи, последний тебе военный вопрос, и все-таки я хотел с тобой очень много поговорить, потому что нас смотрят россияне в нашем канале, и мы очень этому рады. У нас более 70% наших зрителей, они находятся сейчас в России, никуда не уехали, остаются там. Именно поэтому он важен. У нас не такое большое количество зрителей еще, как хотелось бы. Но это все равно уже сотни тысяч человек, которые получают через нас информацию о том, что происходит в Украине. Они этого никогда не знали. И вообще, они вынуждены пользоваться информацией все равно с пропагандистских российских телеканалов. Хотя понятно, что это в основном наша аудитория настроена оппозиционно, хотя разные люди есть. Мы знаем, например, что жители города Владимира узнали про уничтожение Владимирского ОМОНа из сообщений нашего канала. Потому что иначе, скорее всего, они смогли бы это так или иначе скрыть. Но, тем не менее, знают очень мало про Украину. Поэтому последний военный вопрос. Как ты считаешь, Мариуполь выстоит, несмотря на все эти ужасные бомбардировки, которыми подвергается сейчас город? И мы знаем, что сегодня утром был сделан ультиматум о том, что сдать оружие, разойтись, иначе город будет уничтожаться до конца. Что ты имеешь в виду под словом выстоять? Ну что, будет ли он сдан в российской армии или нет? Там нечего сдавать. Там нечего сдавать. Предприятие уничтожено, город, инфраструктура уничтожена. Волноваха рядом, стерта с лица земли российскими войсками. Ты имеешь в виду сдать политически? Я думаю, что... Я, скорее всего, имею в виду сдать в военном смысле, потому что, как ни крути, это большой город. Там находится окруженная, но довольно значимая группа украинских войск. И она сковывает большое количество войск российских, которые тем самым не могут действовать на других театрах боевых действий в Украине. Пока будет боекомплект, пока будут патроны, пока будет БК, как мы это говорим, я думаю, что будет отчаянное сопротивление. Скажи, пожалуйста, вот, значит, относительно БК и отчаянного сопротивления. В российских пропагандистских СМИ очень часто звучит такая мысль, не знаю, остается ли она до сих пор, но это был, в общем, основной лейтмотив первых двух-трех недель войны, что есть простые украинцы, которые, в общем-то, нормальные ребята, запутавшиеся, их зазомбировали западные СМИ, но в целом они все-таки наши люди. А есть вот упертые неонацисты, националистические батальоны, и именно они сопротивляются, именно с ними на данный момент воюет российская армия. Можешь ли рассказать для именно россиян, объяснить, какое место занимают добробаты, то, что, ну, наследники добробаты, я понимаю, что там ситуация сейчас уже совсем-совсем другая в этом плане, но вот чтобы было людям понятно, какое место они занимают в вооруженных силах Украины. Значит, неуважаемые россияне, вся Украина превратилась в одну большую армию, которая уничтожает русских. Те города, которые исторически ошибочно России считались пророссийскими, такие как Харьков, который находится под ежедневными бомбежками российских оккупационных войск, Сумы, которые фактически на границе с Российской Федерацией, люди на гробки и погребы ходили в Россию, Мариуполь, Волноваха, Рубежная, они уничтожены вашими войсками. Население, которое пророссийское, русскоговорящее там, выходит и встречает оккупантов украинскими флагами и коктейлями Молотова. Люди оказывают массовое сопротивление, Россию ненавидят, причем ненавидят даже те, кто считали себя этническими русскими, но украинцами по национальности. У нас даже Вилкул, который считается коллаборантом, всегда считался в Украине, сегодня его сын заявил о том, что будет переходить на украинский язык. Мы ненавидим вас. Чтобы было понятно нашим зрителям, родного города Зеленского. Знаете, если еще раньше у нас было какое-то сочувствие к тем, кто выходил на протесты на Болотной, то сейчас каждый русский человек, который приезжает в Украину с оружием в руках, он не прошенный гость, а если с оружием в руках, то он будет уничтожаться без какой-либо жалости. Потому что вы убиваете детей тысячами, у нас дети в подвалах голодают, ваша авиация наносит бомбовые удары по объектам, на которых на крышах выкладывают гигантские надписи «Дети», как это было в драм-театре Мариуполя. Вас ненавидят весь мир. Да, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Мы про ситуацию с бомбардировками мирного населения, с военными преступлениями постоянно рассказываем в эфирах нашего канала и в нашем телеграм-канале, на который я всех призываю россиян подписываться. t.me slash rosa-антицентр. Это телеграм-канал «Утро февраля», в котором идут круглосуточные новости. И там мы выкладываем тоже и видео этих бомбежек, и фотографии жертв, интервью с людьми, которые находятся в непосредственной зоне боевых действий. В Мариуполе уже более 10 тысяч мирных жителей погибло от этих варварских бомбардировок, в том числе запрещенными боеприпасами. Но я тебя спрашивал про другое. Я тебе говорил... Ладно, про дабубаты. Да, вот просто что вот там говорят, например, россиян, что есть Азов, это вот он защищает Мариуполь, а вот ЗАЗУ тут ни при чем. Нет, нет. Это не так. Все добровольческие батальоны, которые возникли в 2014 году, в 2014 году были по-украински подпорядкованы. Подчинены. Ну, скажем так, вошли в структуру вооруженных сил Украины, Национальной гвардии или СБУ. У нас нет и не было никогда ни одного подразделения, которое бы не подчинялось государству. Это добровольцы. Как сейчас у нас возникает в каждой области построена территориальная оборона и так называемые, сейчас я по-русски попытаюсь сказать, добровольческие формирования местных громад. Куда входят охотники, крестьяне с оружием, местные жители, бизнесмены. То есть у нас вся Украина сейчас в том или ином законном статусе, который принят Верховной Радой Украины, воюет с оккупантами. У нас нет ни одного подразделения. У нас добровольцы, вот я доброволец, я в вооруженных силах Украины. Я пришел в военкомат, меня мобилизовали в подразделение, которое я начал формировать по приказу командования. Понимаете? То есть у нас добровольцы это все. Это и вооруженные силы Украины, это и 95-я бригада добровольцы. Там огромное количество добровольцев. 93-я бригада, 72-я бригада. Вся Украина это сейчас добровольцы. Можете называть нас фашистами, нацистами. Как вы это... Ну, то есть вот 10 тысяч погибших мирных жителей в русскоговорящем Мариуполе. Это можете их записать в нацисты. Нам абсолютно плевать, как вы будете нас называть. Исторически нас называли бандератами. Бандератами пошли. Какая судьба вот этих самых подразделений, про которые очень часто говорят на российском же телевидении. По-моему, про них говорят в России гораздо, гораздо чаще, чем про них говорят в Украине. Вот какая судьба Азова, Айдара, Донбасса и так далее. Первый батальон, первый добровольческий батальон в Украине, самый первый, с Майдана, это батальон Кульчицкого, национальной гвардии. Батальон Кульчицкого воюет все эти годы и воюет прямо сейчас. Бойцы Айдара, разбросанные по разным подразделениям, часто своими группами, вот, и воюют успешно на разных направлениях Украины. Пол Казов, очень организованное подразделение, успешно воюет на южном направлении, и не только. Это регулярные подразделения, или нацгвардии, или вооруженных сил. То есть это все офицеры, сержанты и рядовой состав Украины, украинцы. Вот, а то, что они взяли себе названия какие-то, то, что у них появились свои традиции, это нормально, потому что у нас уже девятый год идет война, кровавая с Российской Федерацией, и у нас уже возникли свои герои, свои легенды, у нас есть свой Сталинград, как Донецкий аэропорт, у нас есть Мариуполь, теперь это войдет в историю Украины, как факт героической борьбы против российских фашистов. Ну вот, поэтому все равно, то есть, что там думают россияне? С ними воюют в первую очередь вооруженные силы Украины и украинский народ. Ну, полиция, СБУ, Насгвардия, это понятное дело, это все, мы считаем, это все наши военные. Ну вот, скажи, ты находишься внутри непосредственно этой среды. Я еще раз, ты меня пойми, я тоже ее, в общем, хорошо знаю, и поэтому я тебе задаю глупые вопросы, только потому, что это совершенно люди не знают в Украине, и я бы очень хотел, в России, да, то есть я бы очень хотел, поэтому, чтобы про это рассказал человек, который находится непосредственно внутри. Вот, Азов, это неонацисты, как это говорят в российском телевидении, или нет? Ну, можете считать тогда неонацистом меня, президента Зеленского, который этнически... Там тоже говорят, что он нацист, нацист и наркоман, да, это вот там, Путин его назвал, нацист и наркоман. Потом, кто у нас еще? У нас большое количество граждан, не граждан, скажем, Израиля, а этнических евреев воюет в составе вооруженных сил Украины. Вот у меня даже в моей бригаде пресс-офицер, чудесная девушка с фамилией, не буду сейчас говорить, чтобы ей потом в фейсбуке не начали писать. Вот. У нас огром... у нас многонациональная страна, у нас воюют, во-первых, люди, представители разных религиозных конфессий, мусульмане, иудеи, крестьяне, причем всех разных абсолютно направлений, католики, греко-католики, православные, даже русской православной церкви, московского патриархата воюют в вооруженных силах. У нас воюют разноязычные люди, есть те, которые с детства говорят по-русски, есть те, которые по-украински говорят, опять-таки те же крымские татары. У нас воюют, уже записываются вооруженные силы иностранные граждане, украинцы, которые много лет жили за рубежом, как представители диаспоры, они сейчас бросают насиженные места, приезжают в Украину и подписывают контракты с вооруженными силами Украины. Поэтому это то, что сейчас, вот, чтобы россияне понимали, то, что сейчас происходит, это отечественная война Украины с российскими фашистами. Вот так вот. Пол Казов не является нацистским или неонацистским. Почему такое отношение часто было к добровольческим батальонам? Потому что огромное количество националистов, радикально настроенных националистов, которые считают, что с 2014 года Россия должна быть уничтожена. И я вам хочу сказать, что сейчас так думает практически 90% украинцев, в силу того, что вы просто уничтожаете украинцев. Вот. Поэтому создавался такой миф. Это российский нарратив. У нас воюют очень разные люди в наших подразделениях. Очень разные. Вот вся палитра украинского общества представлена как в Азове, как в Кульчицкого и в других подразделениях вооруженных сил Украины. Поэтому, что там Путин? Скажи, пожалуйста, что ты знаешь про россиян, которые еще в 2014 году приехали воевать на стороне Украины? И самое большое количество из них, насколько мне известно, воевало именно в Азове. Причем большое количество их представителей было как раз представителей российских националистических тоже групп. Что ты про это знаешь? В Украину приехало с 2014 года воевать большое количество россиян и очень большое количество людей, которые пострадали от России в бывших республиках соцлагеря. Это, например, грузины, это чеченцы. У нас даже целый чеченский батальон и грузинский батальон были созданы. И большое количество действительно россиян. Более того, я имел честь лоббировать несколько законопроектов по предоставлению гражданства для иностранцев. И очень много русских, которые пришли, подписали контракты с вооруженными силами Украины, пришли к контрразведку и воевали за свободу Украины против путинского режима фашистского. Они, даже многие получили гражданства Украины или виды на жительство. Не без проблем, потому что у нас тоже высокобюрократическая страна, но тем не менее таких людей действительно очень много. Насколько бы ты сейчас поддержал бы или не поддержал бы мысль, у нас просто забален почтовый ящик, просьбами от россиян, которые хотят приехать и воевать против путинской армии в конечном итоге за свободу Украины и за свободу России в рядах вооруженных сил Украины? Насколько бы ты поддержал, чтобы они присоединились? Я побоялся бы таким людям оружие в руки давать. Вы сначала пройдите украинский путь, вы выйдите на массовые митинги хотя бы. Не надо нам рассказывать, что ой, нас ОМОН бьет, нас тоже бил ОМОН, мы сожгли, нас стреляли, на нас съехали. Я, чтобы вы понимали, люди думают, вот он так храбро рассуждает. В 2014 году я был преподавателем Национального университета театра кино и телевидения. Я последних до 2014 года 15 лет занимался исключительно искусством, преподаванием детям, работой в театре и в кино. Это русские заставили меня бросить кафедру университета, взять автомат в руки и бегать в свои 40 лет, извините меня, по кустам, выискивать российских оккупантов. Поэтому вы сначала, русские, у себя дома наведите порядок. Вы хотите воевать за Украину? Пожалуйста, вперед, на площадь России. Вот. Туда. Создавайте группы, агитируйте. То, чтобы сместить российский фашистский режим. И боритесь за свою страну. А потом будете приезжать бороться за чужую. Знаешь, при всей справедливости твоих слов я должен заметить, что есть один важный нюанс. Этот нюанс заключается в том, что когда был и первый Майдан, и второй Майдан, украинская элита была расколота, силовики были несравненно более слабыми, чем они на данный момент есть в России. И совершенно другая ситуация с точки зрения доступа, например, к оружию. Поэтому те россияне, которые хотят приехать в Украину, они хотят приехать прежде всего за тем, чтобы не остановиться в Украине, а вернуться назад в Россию и свергнуть этот режим с оружием в руках. Потому что одно дело выходить на площадь, чтобы просто получить дубинкой по голове, другое дело выходить на то, чтобы действительно иметь возможность оказать настоящее сопротивление. Илья, не нужно выходить на площадь, чтобы получить дубинкой по голове. Нужно выходить на площадь, брать дубинку и бить по голове. Если на тебя нападают. Начались обстрелы на Западной Украине, взяли СБУ с комнатой оружия и получили это оружие. Люди выходили после начала обстрелов режимом Януковича украинских граждан, брали обычные охотничьи ружья, и с этими охотничьими ружьями были готовы защищать свободу, демократию, свою страну. Вот об этом идет речь. У нас на Майдане не было оружия, мы лифтариками махали. Ты понимаешь, сколько уже неоднократно было... Сейчас я вернусь в эфир. Да, сейчас восстановится связь с Мирославом. Да, слышим. Да, я прошу прощения, просто много звонят. Я просто так тебе скажу. В Украине по отчетам многочисленным, в спецслужбах Украины, в вооруженных силах Украины, в органах местной власти, да и Януковича даже возьмем, было огромное количество российской агентуры или откровенных граждан России, представителей российских спецслужб. Вспомним Ежеля, это министр обороны, Соломатин, Лебедев. Это все люди с российскими паспортами, что доказано, которые разрушали украинскую армию и которые в результате бежали в Россию. Один сейчас в России, один в Беларуси, другой в Крыму. То есть украинцы выходили на массовое сопротивление, именно массовое сопротивление, в первую очередь российской агентуре, которая тянула нас назад в Советский Союз и в Россию. Пожалуйста, берете русские граждане, объединяетесь, выходите массово на протесты, вас начинают бить дубинками по голове, вы бьете в ответ. Вы не стоите молча и делаете селфи, как девочку тащат в автозак. Вы не выходите с автозака и толкаете его в направление райотдела. А вы деретесь. Вы деретесь. Если вы не готовы драться там, то тут вы драться тем более не сможете, потому что здесь мины летают. Здесь не будут вас бить дубинками по голове. Здесь выжигают напалмом. Здесь стреляя авиабомбы падают. Здесь реально работает артиллерия. Если вы боитесь удара дубинки по голове, то вы тем более не выдержите удара авиабомбы. Поэтому не надо строить какие-то иллюзии себе, фантазии. А начните хотя бы изучать тактику действия партизанских отрядов в книжках. Все написано в интернете. Изучите книги по организации революции, по организации ячеек сопротивления. Научитесь стрелять, потому что вы же приедете сюда, вам дадут оружие, вы же еще захотите, чтобы мы вас стрелять научили. Научитесь воевать. И тогда, возможно, когда вы выйдете на Болотную площадь или на Красную площадь с протестом, это будет совершенно другой протест, а не просто вас будут бить по голове какие-нибудь ОМОНовцы. Кстати, СОБР одного из городов лишился полностью руководящего состава. Полностью полного состава. Это Владимирский ОМОН. Как раз это то, что я говорил. Это то, что наш канал рассказал в России. Кстати, Россия завезла в Украину ОМОН. Они же думали, что мы сдадимся. И дальше они нас тоже будут дубинками по голове бить. Мы их всех сожгли. Всех убили. Вот вам прекрасный... И, кстати, у нас цыгане на тракторах воруют российские танки. У нас женщины из проезжающих автомобилей бросают коктейли Молотова в колонны российской техники. У нас бабушки в селах стараются отравить еду, которую может получить российский оккупант. У нас дети учатся стрелять. У нас местные жители заваливают дороги лесом, высыпают шипы на дороге, колючки, чтобы повредить колеса БТРов и машин поставок топлива. Вот что такое сопротивление. А то нам не надо здесь лишних россиян, которых еще кормить надо будет, контрразведку на них тратить, чтобы их перепроверить, потом учить, потом дать им оружие. И в результате они, так как боятся российских дубинок ОМОНовцев, в результате могут это оружие бросить и убежать. А может, еще и оружие захватят. Нам такого здесь не надо. Спасибо. Мирозлав, при всей справедливости твоих слов, хотел бы задать тебе вопрос. А как ты видишь конец войны? Любая война рано или поздно заканчивается переговорами. Это была и Вторая мировая война, когда были переговоры. Но только переговоры уже велись не с Гитлером, а переговоры велись с офицерами армии Вермахта. Правильно? Ну, эти переговоры велись в Берлине, я просто напоминаю. То есть, о том, что они велись в Берлине. Они велись не после того, как Советская Армия вышла, например, на границу Советского Союза. Или там, соответственно, британская на границу Германии. Мне кажется, что мы сейчас стоим на пороге финального развала Большой Российской империи. Она разваливалась в несколько этапов. Ну, вот как Римская империя разваливалась 300-400 лет, так и Российская империя развалилась после 1917 года. Советский Союз остановил этот процесс. Потом развалился Советский Союз, остановил этот процесс Российская Федерация Ельцин с Путиным. И сейчас мы видим доразвал. Такая огромная территория, которая эффективно не контролируется, которая агрессивно нападает на слабые, как они считают, страны, для того, чтобы их оккупировать и завоевать. Страна, которая давно уже не может произвести ни телефон, ни нормальную авторучку, ни, извините меня, женские прокладки качественные, она сама по себе, то есть просто исторически обречена на какое-то перераспределение. Потому что ресурсы в России используются несправедливо. Метрополия отбирает богатые ресурсы у дальних территорий, из Якутии, из Владивостока, из других. Это все уже такие атовизмы неэффективного имперского управления. Я думаю, что мы видим закат Российской Федерации. Я не знаю, с кем будет приводить переговоры. То ли это будет уже новый какой-то политический режим в России, то ли это будет военное руководство, то ли это будут переговоры между США и Россией про сдачу ядерного оружия в обмен на продовольствие. Никто этого сейчас не знает. Мы еще с вами не дожили до реализации доктрины Патрушева по применению тактического ядерного удара в случае проигрыша в конвенциональной войне. Это же еще нас ждет. Это еще, подождите, они еще тряхнут заржевелой ядерной дубинкой где-нибудь в Украине, в Чернобыльской зоне, или в странах Балтии, или в Черном море, или где-нибудь в океане. Это еще нас все ждет. Поэтому рано говорить. Но война в любом случае закончится, и закончится победой Украины. Другой вопрос, какая это Украина будет, сколько людей еще погибнет, и какие города еще будут этим фашистским режимом разрушены. Это уже другой вопрос. К сожалению, мы не можем этого, скажем так, предотвратить. Но что мы можем? Это мы можем оказать яростную борьбу. И в результате этой яростной борьбы, я вам хочу сказать, знаете, есть такое вот... Стратегически Россия уже проиграла. Стратегически Россия уже проиграла. Стратегически такой страны, как Российская Федерация, в будущем уже не существует. Это как тело, в которое попала пуля, оно еще бежит, но уже... И еще мыслит, но не знает, что уже мертво. И что упадет буквально там и через минуту-две упадет и погибнет. Вот это сейчас Россия. Так что вот так вот. Я просто думаю, что ты, к сожалению, скорее всего, прав. Но ведь агония может продолжаться, во-первых, достаточно долго, во-вторых, есть уже здесь исторический опыт, и мне кажется, что он является абсолютно правильным. Тот же самый Советский Союз собрал на своей территории подразделения всех тех стран, которые подчинил себе Гитлер, включая там отряды немцев, которые были антифашистами. И много антифашистов воевало в рядах самых разных стран, и западных, и, соответственно, восточных, для того, чтобы обеспечить победу над врагом. Я очень опасаюсь, что, там, грубо говоря, освобождение Украины, это не означает конец войны. Если Путин не будет добит, и он не будет добит в Москве, то это еще не конец истории. Абсолютно прав. Абсолютно прав. Более того, я тебе хочу сказать, что смерть Путина никак не повлияет на ситуацию глобально. Потому что, скорее всего, то, что мы видим, это не единоличное решение Путина, а это коллективное решение всей его, вот этой комарилии. Я думаю, что мы видим по поддержке россиян войны, вот две трети россиян поддержат войну, что на территории России сложился фактически фашистующий режим. Ну, можно его как-то по-другому назвать, там, фашистующий, еще какой-то, я думаю, что термин просто еще не придуман окончательно. Это мы используем просто более простой, понятный фашистующий режим. То есть нас еще ждет деноцификация России. Я думаю, что вот как после падения гитлеровской Германии немцев возили в концлагеря откапывать тела погибших, детей в школах возили, показывали им фотографии с замученными детьми, рассказывали о преступлениях гитлеризма. Я думаю, что это еще ждет Россию. Но это была международная программа. Это тогда, когда завалится этот режим, вот эти все русские граждане, которые поддерживают войну и убийство людей, убийство живых существ, причем не только в Украине, а и в Грузии, как это было в Абхазии, в Осетии, в Чечне, в Приднестровье, в Сирии, в Ливии, в других странах. Я думаю, что еще будет огромное, ну, минимум 40 лет человечества потратит на депропаганду. То есть, этих людей, знаешь как, в психологических информационных операциях есть такой приблизительно, как бы не термин, а такое понятие, как выход из пропаганды, выход из человека или общества после того, как они были под долгим воздействием пропаганды. Так вот, выход должен занимать по времени минимум в два раза больше, чем время пребывания. Вот 20 лет находится Россия под пропагандой Путина, значит, 40 лет минимум понадобится на то, чтобы эти люди, как в свое время там немцы или советские люди, чтобы они прошли этот период переосмысления, эту деинтоксикацию. Поэтому, это еще очень долго, эта история. Я с тобой полностью согласен. Я просто, ты видишь, вот, я слушая тебя, я вижу противоречия в двух подходах, потому что, это такая очень распространенная в Украине точка зрения, да, как украинская национальная идея, отъебитесь от нас нахуй, да, но мне кажется, что это сейчас уже невозможно, что Украине так или иначе придется довести эту работу до конца. И здесь либо украинское руководство и украинское общество предпримет усилия для создания тех самых россиян, которые будут наводить порядок дома, не будут просто говорить о том, что да, вы слабые, вы ничего не смогли, а это будет правда. Я себя лично вины никак не снимаю за то, что да, мы не смогли этого предотвратить. Я считаю, что я делал абсолютно все, что мог, но я все равно в этом виноват. так же, как виноват абсолютно любой человек, у которого был российский паспорт. Но так или иначе придется организовать доведение дела до конца. И здесь каждый штык, который может встать в строй, и особенно если это будет штык из тех россиян, которые готовы это делать, то да, надо потратить усилия на то, чтобы их натренировать, замотивировать, вооружить и направить в... Илья, когда мы освободим Воронеж, когда мы освободим Таганрог, а ты знаешь, что Чехов писал в своей автобиографии, я родился в прекрасном, милом городе, украинском, украинском городе Таганроге, да, это Чехов писал, вот он себя считал, что он родился в украинском городе. Вот когда мы освободим Таганрог, тогда или ведем туда миротворческие войска, для того, чтобы раздавать гуманитарку несчастным, бедным, голодным людям, вот тогда мы и займемся формированием там подразделений, условно говоря, тренировкой и все остальное. А сейчас, извини меня, у нас Мариуполь находится под бомбовыми ударами ежедневными, он стер с лица земли, и пока мы с тобой разговариваем, у меня сейчас из одного города украинского эвакуируют военные и гражданские, потому что вот я сейчас координировал эвакуацию, под обстрелом, вот они сейчас по телефону мы разговаривали, идут разрывы, они пытаются вывести людей, которые не смогли, лежачих, там, ДЦП страдающих и так далее. Поэтому сейчас говорить о том, что вот мы сейчас будем кого-то тренировать, вот честно, все россияне, которые хотели воевать за Украину, да, за свободу, даже не за Украину, а против путинского режима, вот как я это сформулирую, они приехали и воюют, а все остальное это разговоры. Ты или воюешь, или не воюешь, понимаешь? Или что-то делаешь, или не делаешь. Согласен с тобой, прекрасная точка запятой в нашем разговоре, я максимум желаю тебе удачи, хайще стыть, и мы на своем участке фронта будем делать тоже все возможное для того, чтобы заряд свободу. Да, и ты не комплексующий, ты русский, ты не комплексующий, ты русский, ты же сидишь в эфире и хотя бы информационно борешься с режимом, а украинский паспорт получишь, ты уже сколько лет в Украине? Нет, я уже имею украинский паспорт, мне его... Ну так все, тогда забудь, не говори, я виноват, ты украинский гражданин, который ведет свою часть работы, информационную, которая... Более того, я первый день, когда была самая большая опасность, я был с пулеметом в руках террабороны, потом мы начали делать... Это мы не комплексуем, все, ты украинский гражданин, о чем тут уже говорить? Нацист. я не комплексую, но я говорю о том, что то, что Путин до сих пор у власти, это моя вина тоже, и от этого никуда не уйдешь. Ничего, ничего. Но мы справимся, но мы справимся, я в этом абсолютно, абсолютно уверен. Спасибо тебе большое, дорогой друг, с нами был Мирослав Гай, один из самых известных украинских волонтеров, бойцов добровольческих батальонов, мы с ним говорили о ситуации на фронтах и о том, что будет означать поражение в войне для России и какую роль может сыграть Украина в развитии российского сопротивления. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова